29 октября 2021 год занимаемся дачными делами Володя поехал на телянку деревья ему там метить будут кино дрова можно брать у нас пока зима минус держится ночь где-то 7 10 но днем потепление немножко немножко потепление сейчас посмотрим сколько у нас там потепление ну и это ноль минус 1 да ноль как говорят по щученьям до минус 4 какие у нас тут события происходят котят приехали девочки которые занимаются этим отлавливают кошек котят чтобы их пристроить хозяевам ветеринарки там их обрабатывают ушки чистят проверяют антиглистные эти обработки делают и все прочее короче всех этих трех котят у нас забрали приезжали девочки отловили кошку трехцветная которая приходила к нам в которой с прошлого года одна уцелела тоже отловили увезли ветеринарку будут стерилизовать ну а там похоже где-нибудь в Новодвинске может будут выпускать потому что здесь она просто не выживет собаки сидят задают не сидят но задают ради баловства что с предыдущими котятами случилось прошлого года короче решили не так наверное если не удастся ее пристроить а пристроить ее будет тяжело ей сколько полтора года до полтора года и но у нее характер скверный она к людям не подходит близко а если близко подходит что она фурчит предупреждать чтобы ее не трогали в общем не знаю как мне судьба сложится пока так пока ей сделали уже операцию девочки позвонили стерилизацию сделали ну вот ну вот приехал ну как вова холодно на делянку да они там ну все правильно кормушку перевешивает она наклонилась палка видно подняла и кошки с этого стола прыгают на кормушку потому он решил сюда подальше в терну чтобы у них защита была и кошки ползать меньше будут переместим немножко подальше и ближе к кусту так а я чем занимаюсь я занимаюсь прикопкой кустов потому как не посадила так все не то и все не так не знаю конечно тут вроде нормальный такой сухой слегка влажноватый потому что очень сухо было делаю прикоп короче вот здесь подальше чтобы мало ли чего все снег будет таять чтобы не растаял укладываю их чтобы внутри вода не попала сейчас из теплицы сухим сухой землей засыплю и сверху кусками бересты закрою чтобы влага внутрь как бы не попала поменьше по крайней мере было таким холмом сделаю и берестой закрою покажу так в теплице что в теплице 0 минус 2 виноград пока стоит но сегодня наверное его все таки опустим погреб потому что обещают еще сильнее морозы так тут у меня корни буду врезать корни где висила лопуха одуванчика почищу сегодня вечером буду сушить так вот виноград я уже показывала тут у него корень такой вот такой этот корень надо будет обрезать у него через донышко нарос такая корневая система макушка тут ну эти тут вот так вот обрежу не знаю они тут вызревшие не вызревшие какие будут такие будут обрежу сами ломаются уже так крокусы кочи тоже выкопаем грядку прикопаю сейчас это для винограда в прошлый год у нас лопнуло это ведро заморозили и будет оно для винограда закреплю здесь так на скотч здесь будет у него водичка выходить так тут у меня хризантема куст так в теплице сколько у нас ноль градусов сейчас как на улице так же было утром минус два ну вот пока череночки эти и попробую поставлю в воду получится не получится выкину тут есть живые или сразу в землю у меня там земля есть привезена не привезена набрала с грядки в грядку горшочки в эти с грядки в землю насыплю под банки и попробую черенковать выживу значит выживу не выживу значит не выживу значит так то будет ну вот пока так Вова ищет звено потерял у цепочки звено от мотособаки развалилась цепочка минноискатель как вы на цепочку то настроили на однородный металл то как это звено то называется замок да у цепочки надо работать и мотособака стоит цепочка лопнула и магазины не работают да да и магазины под арестом и че хочешь то и делай работа встала это не в москве не закажешь не привезут чего ты сказал? это не в москве не закажешь не привезут самому надо все делать тут скорее куда нить увезут чем чего то привезут ну вот и вот мы вот там на середине переворачивали ну что то бесполезно ну в принципе он наружу должен кусочек отлежать должен среагировать вот скорее всего здесь наверно и есть вот как раз в этом месте мы и переворачивали я снег шабуршала ну так бери топор и топором а может тут не тратить пленку ну интересно прикольно ведь запчасти ищет такого у нас вообще не бывало чтобы запчасти миноискателем металлоискателем ну ладно выключаю на осинах на этих полетают полетают кушают покушают рябины а вечером сюда садятся ну все равно уже весь вечер а утром они улетают рано утром рано рано да вот именно сейчас их только можно заснять да они может стемнеет а может ельник переберутся нет они сидят тут снег даже будут сидели я что и думал думаю как мумии ведь будут мне кажется в елке это все равно поприятнее сидеть чем так на открытой ветке им видно так лучше в голову не залезешь чего никакие мысли ну по крайней мере снег шел я вышла а они сидели дятел летит вон это кукша или как она дятел это дятел или кукша не показалось это пестрая как она как дятел пестрая ну это кукша да ну она кукша она как ее Сойка ну мало Сойка их тоже сидит мало вообще мало она бесшумно летает да но предатель гадский да на охоте как привяжется это все можно сразу сворачиваться уходить 30 ноября 2021 года время 16 часов уже темнеет у нас вот такие дела сирий стильки остатки рябинки доедают тут чуть-чуть осталось ягодки почти пустые уже все ночуют у нас вот они там на веточках сидят на осеньки вот там сейчас попробую увеличить получится нет компашка сеет сеет у них стайки очень маленькие видно пченцов не вывели от жары вот там такая стайка штук 20 всего обычно пополста штук сидят стекучат ну улетели опа опа не берет на ветку берет туман у нас поднимается плюс 5 тепла сейчас вот такой туман из леса идет влажности все беленькое здесь лес такой как в тумане а в тумане есть как в тумане такая дымка от влажности а и что то и тоже а это на и Малина, носорог, ремонтантная. Так вот от снега загибается. Сейчас часть веток стоит, а часть вот так загибается под снег. Ну, возможно, значит, они такие гибкие и будут зимовать под снегом таким образом, но это и хорошо, хоть вымерзать не будут. Это и неплохо, такое свойство этой малины. Что-то живое будет оставаться. Яблонька. Скинула все листики, только на макушечке остались. Пинцировку я сей год у нее делала. Такие веточки у нее приросты. Вот такой за один год только прирост. 20 сантиметров. Точку роста я прищипнула и вот эти вот выросли веточки. Также здесь тоже пинцировку сделала, почку убрала весной. И вот за год только вот такие приросты дала. Маленькие. Вот здесь тоже пинцировку делала, почку выламывала. вот такие яблоньки. Стол уже у них где-то сантиметра 4-5. Надо сей год будет их выкапывать. Убирать отсюда. Раздавать кому-нибудь пион. Семена у него опять не выздали. Там ничего, никаких семян не было. Смотрела. Так что у нас на севере это гибрид пион. Семена не вызревают. Хотя сей год и лето было теплое, а все равно семена не вызрели. Так. Саженцы. Персик. Вот. Там абрикос. Там черешня. Там тоже абрикос. Тут вишни. Несколько штук зашли. Ну весной посмотрим. Укрывать не буду. На выживание. Что выживет. Посмотрим. Здесь персики все. Два персика оставались. Все сдались. О, полетели куда-то. Нет, ты смотри-ка, улетают сегодня. Вчера сидели все там, а сегодня улетают. А как я ушла, они... А, вон сели. Ха-ха-ха. Щас. Попробую я их зафиксировать. Поближе прилетели. Поближе прилетели. Рука пляшет, ничего не получается. Сейчас попробую локоть установить. Попробую я их зафиксировать. Все, улетели. Вот еще одна сидит. Сейчас мы ее. Все, улетели. Полетели куда-то кушать опять. Вот яблони китайка за год. Вот такой всего прирост. 20 сантиметров. Кустики. Прикопала. Саженцы. Вот таким образом. Парперистух. Продолжение следует...